Сегодня мы рассмотрим с вами задачу поиска слова или фразы в тексте. Формально эта задача называется задачей поиска образа в строке. Мы детально разберем с вами алгоритм Кнута Мориса Прата, который позволяет решить эту задачу. И поскольку разбор будет подробный, то здесь я размещу этот план, чтобы вы могли отмотать на интересующий вас фрагмент сейчас или, возможно, при повторном просмотре этого видео. Ну а те, кто впервые сталкивается с этим алгоритмом, конечно, рекомендую просмотреть от начала до конца. Раз вы смотрите это видео, то, скорее всего, смогли бы самостоятельно справиться с задачей поиска образа в строке. И выглядело бы это следующим образом. Вы бы сравнивали посимвольно символ из строки с символом из образа и в случае несовпадения сдвигали бы на один символ образ вдоль строки, действуя таким образом до той поры, пока не найдется вхождение образа в строку, ну или не закончится строка, что значит образа в ней нет. Такой подход называется прямой поиск. Алгоритм кнута Мориса Прата также сравнивает символ из строки с символом из образа и в случае несовпадения позволяет делать сдвиги больше, чем на один символ. Такой подход положительно сказывается на эффективности работы данного алгоритма. С точки зрения программной реализации у нас есть индекс, который указывает на символ в строке и индекс, который указывает на символ в образе. В случае несовпадения при прямом поиске у нас образ сдвигается на один символ и индекс по строке откатывается назад. При работе алгоритма кнута Мориса Прата в случае несовпадения у нас происходит сдвиг образа и индекс по строке назад никогда не откатывается. Разработали этот алгоритм кнуты Прат и отдельно от них Морис. Это произошло в 1970 году и в 1977 они опубликовали совместный труд. Можно отметить, что кроме них и раньше их этот алгоритм разработал Матисевич Юрий Владимирович, советский ученый. Это было в 1989 году и опубликовал свой труд в 1971 году. На английский его перевели в 1973 году. Но поскольку уже в мировой практике утвердилось название этого алгоритма как алгоритма кнута Мориса Прата или сокращенно КМП, то и мы будем использовать в дальнейшем это название. Алгоритм кнута Мориса Прата состоит из двух этапов. На первом этапе мы создаем одномерный массив П. Этот массив будет содержать значение, которое позволит нам определить, насколько мы можем сдвинуть образ вдоль строки. Можно отметить, что на первом этапе мы будем работать только с образом и никак не будем касаться строки. На втором этапе у нас происходит сравнение образа со строкой и сдвиг в случае несовпадения. Для того, чтобы нам создать массив П, нам потребуется так называемый префикс функции. Эта функция для итого символа образа возвращает некоторые значения, которые мы будем хранить в массиве П в итой ячейке. Что же это за значение? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно разобраться с такими понятиями, как префикс и суффикс. Префикс – это символы, которые стоят в начале образа. Суффикс – это символы, которые стоят в конце. Мы можем говорить о длине, как префикса, так и суффикса. Например, префикс длины 1 содержит 1 символ, в данном случае – a. Префикс длины 2 содержит 2 символа. Ну и так далее. Единственный важный момент – мы никогда не будем рассматривать префиксы, которые равны длине всего образа. В этом случае алгоритм теряет смысл. Аналогично суффикс может быть длины 1, то есть содержать 1 символ, длины 2 содержать 2 символа и так далее. Опять же, суффикс никогда не будет равен длине всего образа. Сейчас, когда мы говорили о суффиксе, мы рассматривали суффикс относительно всего образа, или точнее, относительно последнего символа образа, то есть относительно d. Однако, когда мы будем работать с алгоритмом KMP, мы будем рассматривать все эти символы. Нам же для каждого символа нужно записать соответствующее значение в массив p. Так, например, для подстроки a, b суффикс у нас может быть только 1, длины 1, который содержит b, поскольку мы договорились, что a, b не может быть суффиксом. Для этой подстроки, которая содержит 3 символа, суффикса может быть 2, который содержит 1 символ, или суффикс, который содержит 2 символа. Для подстроки длины 4 мы можем рассматривать суффиксы длины 1, 2 и 3. Следующий важный момент. При работе алгоритма KMP нас будут интересовать только те суффиксы и префиксы, длина которых одинаковая. То есть длина суффикса должна быть равна длине префикса. В данном случае это может быть единица, то есть префикс длины 1, суффикс длины 1. Это может быть двойка, то есть префикс длины 2, a, b, или суффикс длины 2, c, a. И, наконец, префиксы суффикс длины 3. Обратите внимание, что префиксы суффикс могут перекрываться, то есть b и c у нас входят как в префикс, так и в суффикс. Другой важный момент, это то, что нас будут интересовать префиксы и суффиксы, которые равны друг другу. Но в данном случае префикс у нас a, b, c не равен суффиксу b, c, a. Следующий вариант. Значит, еще раз повторяю, что префиксы суффикс у нас одинаковой длины, то есть a, b префикс, c, a суффикс, а 1 у нас не равны, ну, значит, этот вариант тоже нас не интересует. А вот префиксы суффикс длины 1 у нас равны. То есть здесь a и здесь a. В соответствующую ячейку массива π мы записываем длину префикса или суффикса. Ну, здесь не важно, потому что они одинаковые. То есть π вот этого четвертого элемента, π, равно 1. Таким образом, префикс функции для итого символа образа возвращает значение, которое равно максимальной длине, почему максимальной, мы это обсудим чуть позже, пока оставим это так, равно максимальной длине совпадающих префикса и суффикса. То есть они у нас равны, префикс и суффикс. Совпадающих префикса и суффикса под строки в образе, которые заканчиваются итым символом. Ну вот в предыдущем примере это был четвертый символ, символ a. И именно это значение, то есть длину префикса или суффикса, мы будем хранить в соответствующей ячейке массива π. Рассмотрим пример, чтобы понять, какие значения у нас записываются в массив π. Возьмем тот же самый образ. Для первого символа, любого образа, мы всегда записываем 0. Второй символ, b. Здесь мы можем рассматривать суффикс и префикс длины 1. Они у нас не совпадают, поэтому соответствующее значение в массив π мы записываем 0. Следующий символ, c. Суффикс и префикс длины 1 не совпадают. Длины 2, ab и bc тоже не совпадают. Поэтому мы записываем 0. Четвертый символ, символ a. Его мы уже рассмотрели и знаем, какой будет результат. У нас префикс и суффикс длины 1 совпадают. Остальные суффиксы и префиксы не совпадают. Соответственно, мы записываем эту длину префикса и суффикса, то есть единицу. Следующий символ, b. Суффикс и префикс длины 1, a и b не совпадают. Однако суффикс и префикс длины 2, ab префикс, ab суффикс совпадают. Длины 3 не совпадают, длины 4 не совпадают. Соответственно, мы записываем значение 2. То есть длина префикса или длина суффикса, которые совпадают. Шестой элемент, c. Для него совпадут суффикс и префикс длины 3. Остальные я уже не буду рассматривать. Надеюсь, вы уловили основную идею. Соответственно, мы записываем в π значение 3. Последний символ, d. Для него не совпадут ни один суффикс и префикс, какой бы длины они не были. Соответственно, мы забиваем 0 в последнее значение массива π. Давайте рассмотрим вариант, когда у нас последний символ был бы не d, а, например, a. Для этого варианта у нас бы совпадали префикс и суффикс длины 1. Однако, кроме этого, еще были бы совпадающие префикс и суффикс длины 4. a, b, c, a. И суффикс, соответственно, a, b, c, a. Если мы вернемся к определению префикс функции, то помните, там было значение, равное максимальной длине совпадающих префикса и суффикса. То есть та самая длина, равная 4. Поэтому единица нам не подходит. Мы принимаем значение 4. Рассмотрим программную реализацию первого этапа. Предположим, у нас есть некоторый образ. Он у нас хранится в одномерном символном массиве a. Нумерация начинается с нуля. Индекс я обозначил сверху. Кроме этого, нам потребуются два индекса a и j, которые будут указывать на те символы, которые мы на текущий момент времени рассматриваем и сравниваем. Ну и, наконец, значение мы будем записывать в одномерный целочисленный массив p. Как мы уже с вами договорились, первое значение всегда будет равно нулю, независимо от того, какой у нас образ. Таким образом, первый этап инициализации. p нулевое равно нулю, i равно 1, j равно 0. Как я уже сказал, рассматриваем символы, на которые указываются i и j. То есть символ b и первый символ i. В том случае, если у нас символы не равны, тогда в p с индексом i мы записываем 0 и увеличиваем i на 1. То есть в p первое мы записываем 0 и увеличиваем i на 1, то есть была 1, стала 2. Теперь i у нас указывает уже на следующий символ, следующий символ b. Рассматриваем, опять же, два символа, на которые указывают j и i, то есть a и b. Опять же, они не равны. И тогда в p с индексом 2 мы записываем 0 и i увеличиваем на 1. Теперь сравниваем символы a в начале образа и четвертый символ a. Эти символы у нас равны. Тогда в p с индексом i мы записываем j плюс 1. j у нас сейчас равно 0, так что мы записываем 1. 1 и увеличиваем как i, так и j на 1. То есть они у нас смещаются вдоль образа вправо. Теперь мы сравниваем символы b, на которые указывает индекс j, и a, на которые указывает символ i. Эти символы у нас не равны. Исходя из первого условия, нам бы записать 0 в массив p. Однако, если вы помните из предыдущего фрагмента, у нас вот этот пятый символ a совпадает с началом образа say. То есть суффикс с префиксом длины 1 совпадает, то есть нам сюда 0 точно не подходит. Так что нам придется расширить это первое условие. Значит мы оставим его таким же в том случае, если j у нас стоял в начале образа, то есть j было равно 0. А если у нас j уже сместилось, тогда мы делаем j равное p от j минус 1. То есть p предыдущего символа, на который указывает j. В данном случае это будет 0. То есть мы j приравниваем к 0. Вот у нас j вернулся на исходную позицию. Сравниваем a и a. У нас эти символы равны. То есть мы в p с индексом i записываем j плюс 1, 1. И увеличиваем i и j на 1. То есть они у нас двинулись вправо. Сравниваем теперь символы b и b. То есть второй и шестой символы. Опять же последняя строчка. То есть у нас совпадение. В p с индексом i мы записываем j плюс 1, то есть 1 плюс 1, то есть 2. И увеличиваем i и j на 1. То есть они у нас смещаются на один символ вправо. Опять сравниваем b и b. Третий и седьмой символы. Опять последняя строчка. Равенство. p с индексом i мы забиваем j плюс 1. j теперь у нас равно 2. То есть мы в p шестое записываем 3. И увеличиваем i и j на 1. Сравниваем a и a. Четвертый и восьмой символ. Равенство. В p с индексом i мы записываем j плюс 1, то есть 4. И увеличиваем i и j на 1. Сравниваем символы a и b. У нас эти символы не равны. И j уже сместилось. То есть нам нужно j приравнять p предыдущего символа. Предыдущего относительно индекса j. То есть p от j минус 1. Это значение равно единице. То есть j у нас теперь должно указать на символ образа с индексом 1. Вот мы его сместили. Значит теперь у нас j указывает на b, i указывает на b. И у нас совпадение. То есть p с индексом i, p восьмое, мы забиваем j плюс 1, 1 плюс 1. То есть 2. Таким образом мы получили массив p для заданного образа. Вернем обратно то условие, с которым мы работали. Еще вернем инициализацию. И поскольку сейчас я вам хочу представить уже псевдокод, давайте немножко для красоты развернем эти условия. Ну и представим в корректном виде. То есть сначала у нас пойдет, когда равны символы, на которые указывает i и j, а потом когда они не равны. Псевдокод будет выглядеть следующим образом. Вот у нас первых три строчки. Это инициализация. И потом, пока не закончился образ, мы в цикле проверяем одно и то же условие. Значит если у нас символы, на которые указывает i и j равны, тогда мы в p и t забиваем j плюс 1. И увеличим i и j на единицу. Значит если они у нас символы, на которые указывает i и j не равны, тогда мы смотрим. Здесь может быть два варианта. Или у нас j стоит в начале образа, то есть j равно 0. Тогда мы в p и t записываем 0 и увеличиваем i на единицу. Или если у нас j уже сместился, тогда мы делаем j равное p от j минус 1. Сложность этого кода равна o от n, где n это количество символов в образе. На втором этапе алгоритма кнута Морриса Пратта происходит непосредственно поиск образа в строке. У нас есть заданный образ, есть строка вхождения, в которую образа мы ищем. И мы используем два индекса, которые указывают на символы в строке и образе. Когда у нас символы совпадают, мы смещаем индексы вправо. Если же у нас происходит несовпадение, мы прибегаем к помощи заранее подготовленного массива p. Мы обращаем внимание на символ в образе, который предшествует несовпавшему. И нам нужно соответствующее значение из массива p. Это значение в данном случае равно 2. О чем это говорит? Это говорит о том, что на первом этапе, когда мы еще только создавали массив p, записывая в него значение, мы рассматривали вот этот символ b, пятый символ образа. И был суффикс длины 2, то есть содержал два символа, который был равен префиксу. То есть также символом ab в начале образа. Однако сейчас, когда мы с вами производили сравнение образа со строкой, мы прошли вот этот пятый символ b. Это значит, что суффикс у нас совпал с символами в строке. И вот эти два момента, совпадение суффикса с символами в строке, и равенство суффикса и префикса, говорят о том, что у нас два символа в начале, то есть тот самый префикс, равны двум символам в строке. И мы таким образом можем сдвинуть образ. То есть у нас получается вот эти два символа, ab, они уже, мы их проверили, они у нас равны. Или мы можем рассмотреть эту ситуацию по-другому. Вот возьмем этот символ b, ему соответствующее значение 2. Это и есть не что иное, как индекс того символа в образе, на который теперь должен указывать индекс, вот при сравнении строки и образа. То есть фиолетовая стрелка у нас теперь указывает на c, чей индекс и равен двойке. Производим дальнейшее сравнение. Значит мы видим, что символ i из строки не совпадает с символом, c из образа. И в этом случае мы опять же обращаемся к предыдущему символу в образе. То есть это символ b, второй символ образа. Соответствующее ему значение в массиве p равно 0. То есть у нас теперь фиолетовая стрелка должна указывать на символ образа с индексом 0. Что мы с вами наглядно только что и увидели. Продолжаем сравнение. Значит мы видим, что у нас символ из строки не совпадает с символом из образа. И мы смещаем тогда индекс по строке вправо. Ну и соответственно пододвинем образ. В дальнейшем у нас происходит совпадение символов образа из строки. Пока наконец мы не доходим до последнего символа образа. И мы видим, что у нас ситуация аналогична вот в самом первом случае. То есть мы смотрим на символ b, соответствующее ему значение в массиве p, равное 2. И индекс у нас теперь указывает на символ c в образе, чей индекс равен 2. И начиная опять же с этого c, мы продолжаем сравнение. Символы образа и строки у нас совпадают. И таким образом мы находим вхождение образа в строку. Рассмотрим программную реализацию второго этапа. Обозначим индексы, которые указывают на символ в строке как k и индекс, который указывает на символ в образе как l. Будем ввести нумерацию, начиная с нуля. И в том случае, если у нас совпадают символы из строки и образа, мы увеличим на единицу k и l. При этом можно еще рассмотреть такой вариант, что если l у нас становится равным n, то есть в длине образа, то образ найден. В том же случае, если у нас происходит несовпадение символов в строке и образе, мы тогда прибегаем к помощи массива π. То есть нам нужно получить значение из массива π, соответствующее символу, предшествующего несовпавшему символу в образе. То есть π от l минус 1. l у нас равно 5, 5 минус 1 это 4, π от 4 у нас равно 2. То есть l у нас становится равной 2. Визуально обозначим это как перемещение образа. Естественно, при программной реализации никакого такого перемещения где-то там в памяти компьютера не происходит. У нас просто вот этот индекс l перемещается с одной позиции в другую. Опять у нас происходит несовпадение символа образа и символа строки. Опять нам нужно значение π от l минус 1. То есть π от 2 минус 1 или π первое. И оно у нас равно нулю. То есть l у нас теперь равно нулю. Опять происходит несоответствие. И кроме этого у нас теперь l находится в нулевой позиции. То есть мы не можем посмотреть предыдущее значение, поскольку оно уже у нас так, самое левое. Самый левый символ. Тогда мы увеличиваем на единицу индекс, который указывает на символ строки. Ну и визуально опять же можем сместить этот образ. Хотя обратите внимание, что l у нас как было равно нулю, так и осталось равно нулю. То есть указывает на самый первый символ образа. Если происходит совпадение, мы просто смещаем оба индекса. До той поры, пока у нас не будет найден образ или же произойдет опять несовпадение символов строки и образа. В этом случае мы опять же обращаемся к предыдущему символу, а точнее говоря, к соответствующему ему значению из массива π. Оно равно 2. l у нас становится равное 2. И мы начинаем просмотр образа с символа, чей индекс равен 2. То есть l у нас равно 2. Если символы равны, смещаем до той поры, пока у нас не будет найден образ. Обобщим указанное условие в виде единого если. У нас возможны варианты, когда у нас символы образа и строки совпадают, когда мы увеличиваем оба индекса k и l на 1. При этом можно проверить, не достигли индекс l конца образа. То есть образ найден. Или другой вариант, что у нас эти символы не совпадают. Тогда возможно 2 случая. Первое это индекс l указывает на крайний левый символ. И тогда мы просто смещаем индекс k, индекс который указывает на строку, на единицу. И при этом можно проверить, не закончилась ли строка. Если она закончилась, тогда образа в строке нет. Он туда не входит. Или же у нас индекс который указывает на символ в образе, уже сместился. То есть он не соответствует нулевой позиции. Тогда нам необходимо получить значение из массива π, которое соответствует предшествующему символу из образа. То есть π от l минус 1. Псевдоколь второго этапа алгоритма Кнута Морриса Прата выглядит следующим образом. Полагаем, k и l равны нулю. То есть они находятся в крайних левых позициях строки и образа. И в дальнейшем в цикле, до той поры пока не закончится строка, проверяем одно единственное условие. Здесь возможно следующий вариант. Если у нас символы из строки и образа совпадают, тогда мы индексы k и l увеличиваем на единицу. И при этом можем еще проверить, не достигли индекс l конца образа. Если это так, тогда образ найден. Другой вариант, это когда у нас символы из строки и образа не совпадают. Если у нас при этом индекс, который указывает на символ в образе, находится в крайнем левом положении, то есть l равно нулю, тогда мы сдвигаем на один символ индекс, который указывает на символ в строке. То есть k плюс плюс. k увеличится на единицу. Если у нас k достигла конца строки, тогда образ в строку не входит. Если же при несовпадении символов строки и образа у нас l находится не в крайнем левом положении, тогда оно получает значение равное π от l минус 1. То есть мы берем символ, который предшествует символу, на который указывает l и получаем соответствующее ему значение из массива π. Именно это значение приравнивается к l. Сложность данного кода составляет o от m, где m это долина строки. Говоря вообще о временной сложности алгоритма Кнута Морриса и Эпрата, можно сказать, что сложность равна o от n плюс m, где n это длина образа, m это длина строки. Это гораздо лучше, чем временная сложность прямого поиска, которая составляет o от n умноженное на m.